всем здарова народ с вами варчик в этом видео будем разбирать реплей присланный на разбор ошибок вы тоже можете писать мне в группе вконтакте скидывать туда реплей загружать на сайт вот реплей списать свой ник мне и я разберу ваш реплей на ошибки посмотрю что с ним было так что не так подскажу если были какие-то незначительные недочётики то сразу быстро отвечу если же что-то глобальное либо если так просто на словах письменно не объяснить то сделаю такой вот видосик если будет что интересно рассказать и так карта у нас линия зигфрида для начала мы в реплее для того чтобы его правильно посмотреть сделаем меньше фол потому что прицел не совпадает у нас с прицелом на реплее немножко видимо перестарался вот 110 в самый раз когда прицел совпадает значит что я примерно угадал с прицелом который был сыгран в этом реплее значит я примерно угадал что владелец этого реплея играет с фолом 110 потому что если поставить другой фол то прицел не будет совпадать с тем местом куда мы целимся выставили все продолжаем итак сразу скажу что мне не нравится линия зигфрида почему же вроде бы не сложная карта но во первых в начале она скучноватая причем это всегда на ней нету какой-то бодрой стратегии бодрого рубилова бодрой позиции наш герой и заезжает в центр и это в принципе правильно но иногда в центр заезжать неправильно по одной простой причине здесь у нас леопард подставляется хорошо раздаем барабан все отлично вначале когда мы ехали в город стрелять на отмашь куда попала в бронированного тяжа не было особо смысла просто так потратили снаряд из-за этого ушли на кд и в какой-то момент могли не раздать барабан но это все такое ни о чем здесь увидели по карте леопарда раздали ему барабан куда он ехал неизвестно но если враг допускает ошибку и нам за то что мы его накажем ничего не будет то нужно этим пользоваться но если бы леопарда кто-то где-то там прикрывал и нам было бы довольно таки небезопасно это делать то тогда лучше не надо почему же карта линия зигфрида не очень мы заезжаем в середину и нам принципе нечего делать если с нами никто сюда не едет нас легко задавить потому что чаще всего танки становятся особенно с верхнего респа вот здесь в начале города на 5 6 линии в принципе в этом бою тоже самое только е4 с нами и сзади еще один то есть в целом что-то есть у нас городе какая-то движуха и поддержка поэтому то что мы сюда поехали неплохо также у нас еще под рукой с 277 и потихоньку с 5 6 линии танки начинают заезжать в город потому что не боятся потому что тут есть союзники но иногда бывает так что нету никаких е4 впереди вас нету никого сзади все стоят на 5 6 линии и поэтому город в при такой ситуации въезжать нельзя вас тут задавят вы ничего не сделаете и самое главное вам некуда уехать в любую улицу через которую вы захотите убегать в любую улицу когда вы въедете вас убьют этим эта карта и такая вот противная очень часто в начале в середине боя стоишь ничего не делаешь потому что нечего а если едешь что-то делать это может быть ошибкой ну и в принципе это вся суть этой карты также еще бывает очень часто на этом гениальном творение варгейминга команда которая заезжает в город она может сдохнуть за одну-две минуты бывает такое что въезжает команда по всем улицам вроде разъехали все нормально но они не умеют ромбовать не умеют там играть от кучок мусора и просто сливаются и у вас команда может исчезнуть за минуту-две и все ее нет потому что враги стоят под городом они никуда не въезжают они стоят напротив каждой улице ромбуют играют от укрытий также еще здесь есть всякие бугорочки с кустами у врагов и в этих буграх с кустами можно без засвета стоять стрелять по улице и поэтому если заезжать в город и играть безалаберно то можно очень легко слиться мы стоим ничего особо не делаем на нас враги вот за пять минут решили таким ну надо куда-нибудь по выезжать по выезжали мы пару уронов дали у нас один снаряд барабанни надо уходить на кд мы уходим на кд немножко постреляли и хорошо по поводу снарядов много голды и есть бэбэшки фугасов нету ну в принципе у 50 бы в принципе много снаряду поэтому можно было бы зарядить один барабанчик фугасов может быть когда-то вы останетесь один на один или один против двух и эти два танка будут абсолютно без брони вот сейчас глядя на эту ситуацию что мы увидели наш герой целится в эту маленькую дырочку во первых немножко не хватило гибкости рук или гибкости в скорости чего-то не хватило почему дырочка маленькая танчик нужно проклацывать по чуть-чуть на клавиатуре чтобы он подъезжал и мы еще не докрутили колесика в прицеле только после первого выстрела поэтому мы долго там колупались во первых надо было сразу крутануть колесико в x10 я так понимаю у человека стоят моды потому что x10 это не дефолтный x x2 x4 x8 нашего героя еще есть x10 видимо реплей забаговал покажу теперь x2 ну и да и пойдет это же картошка что хочется сказать если у вас мембранная клавиатура и вы об этом знаете ну такие типа ну на на столе наверное мембранная клавиатура у мембранной клавиатуры есть такая фишка как в картошке любят говорить не бага фича на самом деле это лютый минус мембранной клавиатуры в том что у нее там такие резинки и ты когда ее нажимаешь тебе надо какое-то усилие продавить чтобы она до конца нажалось и все она либо нажатая либо не нажатая любая кнопка на мембранной клавиатуре был виден максимально эффект мембранной клавиатуры если у героя механическая клавиатура то здесь уже проблемы со скиллом руками скоростью нажимания кнопочек если у него мембранная клавиатура то как не дрочись такие ситуации будут всплывать их очень тяжело пофиксить практически невозможно потому что на мембранной клавиатуре очень тяжело по чуть-чуть подтыкивать вперед назад очень сложно это делать потому что ты начинаешь давить в кнопку она вроде не нажата чуть-чуть продавил сильнее сразу она нажата и ты уже едешь хочешь отпустить потом она полностью отжимается на механической клавиатуре все происходит не так ты держишь палец на кнопке дожимаешь его легонько до того момента когда она вот вот сейчас нажмется чуть-чуть держишь палец чуть-чуть подъехал и сразу же чуть-чуть приподнял палец она уже отжалась тебе не нужно эту резиновую парашу прожимать усилия нажатия меньше при этом ты контролируешь насколько ты прожал кнопочку и ты можешь до миллиметрика вот эти дырочки контролить это нереально офигенно и в таких моментах это помогает может быть большинство танкистов да я уверен что об этом даже не задумывались но те кто играет на механической клавиатуре нормально они имеют преимущество вот в принципе и все на мембранной клавиатуре как ни дрочись ты все равно будешь очень долго и тяжело попадать в маленькие отверстия своим танком так чтобы через него стрелять за счет этого мы тратим больше времени и враг имеет возможность дольше нас выцеливать соответственно у него больше времени чтоб нам дать люлей поэтому на механике это делается проще иногда еще и сейвит нам хп потому что мы быстро подстроились под дырку стрельнули и дальше может быть даже еще успеем уехать пока враг там дрочится с этой дырочкой далее прожета два урона еще вторую тычку там успели дать и в принципе стоим дальше наши союзники по 5 6 немножко проехали вперед немножко там где-то по умирали счет 65 для данной карты это в принципе очень даже хороший счет и ни одна из команд не рассыпалась заехал в город и и ни одна из команд не сдохла стоя под городом потому что бывает такое что одна команда станет под городом и просто постояла ничего не контролировала и сдохла через пару минут потому что ее со всех сторон зажали и убили либо бывает что команда заезжает город плохо играет позиционно плохо контролит свои танчики и просто умирает поэтому на этой карте очень часто бои происходят не интересные заряжаем очередной барабанщик счет у нас 76 видим что спереди 268 вариант 4 где-то стреляет поэтому в эту дырку особо заезжать не стоит здесь у нас из 4 выезжает мы зачем-то заряжаем бэбэшки до этого мы стреляли голдой все было хорошо тут почему-то решили зарядить бэбэшки и у врагов куча бронированных танков самый раз поставлять голдой если посмотреть на оставшиеся танки то нам всего лишь объект 140 будет уверенно пробиваться бэбэшками и то есть он будет довольно таки неплохо от холмов выкручивать в лд то его будет тяжело поэтому сейчас бы бэбэшки заряжать но практически не в кого нужно было дальше играть на голде почему наш герой перестал играть на голде в начале боя пострелял самое интересное что не по особо бронированным танкам а у боя сейчас на бэбэшки перешел замечает что сзади отдельно играет объект 140 и никто из врагов не ему не поможет кроме арты поэтому выдвигаемся за ним я делал бы все то же самое пока что никаких ошибок не было была некая тонкость со стрельбой в дырочку и все никаких ошибок не было единственно что играть сейчас на бэбэшках не особо актуально но пока мы едем на 140 в можно и на бэбэшках сейчас можно было бы более аккуратно пострелять в объект 140 у нас 10 градусов увн и у объекта 140 уже 7 было 6 и в принципе мы могли бы спокойно его от башни пострелять нам не нужно в него клинчеваться потому что низкие мы можем обосраться но наш герой летит в него пушка на него плохо опускается еле-еле по двигателю попадаем плюс таран плюс боеукладка сломалась все сделано с наскоку ну победили и победили но можно было бы сделать и получше кстати выбор двух ремок я конечно не сильно понимаю дуб паек был бы более актуален на барабане это скорость зарядки барабана это точность сведения стабилизации обзора и все в таком духе мы до сих пор стреляем бэбэшками хотя остались чисто бронированные танки через кустик стреляем е4 попадается из 4 перед нами мы почему-то не даем последнюю пульку нужно было подъехать подсветить через куст отъехать чтобы он стал непрозрачным и стрелять через куст чтобы у нас было больше маскировки но с другой стороны мы бы не засветили из 4 и дальше постреляли в е4 из 4 бы проехал возможно и 3 бы сам его себе подсветил но мы бы додали последнюю пульку а так мы ее перезарядили и дальше идем к д 6 барабан бэбэшек неизвестно почему мы делаем барабан бэбэшек но в целом ладно допустим еще пока что не было никаких грубых ошибок но какая-то уже неловкость была с объектом 140 можно было сделать это все попроще на нас едет из 4 у нас заряжены бэбэшки мы его пробиваем он немножко доворачивает и у нас уже проблемы в этом моменте в этом моменте мы не успели прожать ремку мы довольно таки долгое время находились с выбитой бы укладкой случись что-нибудь не типичное неожиданное допустим стр вы уже поменял позицию переехал сюда куда-нибудь или сюда или арта по нам стрельнет у нас может взорваться танк то есть видно что гибкости в нажимании кнопочек не хватает немного в моменте в стрельбе в дырку у нас трудновато все было сейчас мы уже довольно таки долго не прожали ремку да мы в принципе постреляли убили танк но в какой-то момент долгое нажимание кнопочек аукнется и в какой-то момент наш наша корыта взлетит на орбиту только сейчас мы чиним боеукладку это довольно таки долго и нужно более гибко нажимать кнопочки но все же это world of tanks и такие ошибки даже ошибками назовешь это просто если человек хочет в этих моментах можно поработать получше есть куда стремиться ну а так в целом пока что все было хорошо немножко там со 140 неаккуратно но так как лесорук приехал срубил его теряя хп и уехал опять мы заряжаем bb хотя тут нету ватных танков против нас даже стрв ему надо попадать в лючок конечно в него неважно чем попадать в лючок можно даже фугасами но он весь бронированный если он неправильно будет наклоняться можно будет пробивать его в корпус в нлд особенно поэтому лучше бы мы до сих пор играли на голде особенно с исом 4 у нас могли быть проблемы но нам повезло и пробитие прокнуло выше среднего у нас еще был снаряд и могло бы и на следующий снаряд повести если бы мы третьим не пробили то еще был у нас 4 но голдой бы мы более уверенно его пробивали бы и все что было до этого это не интересная часть линии зигфрида обычная стандартная ничего сверхъестественного единственно что видно что игрок видит карту он увидел когда леопард подставлялся он там увидел что в дырочку можно пострелять увидел что с другой улице танчики вылазят увидел что сзади 140 отделился от команды приехал срубил его топором дальше наш игрок видно что видимо забыл что он играет на бэбэшках либо решил пофармить против бронированных танков и перестал почему-то думать его команда находится в уголку в кустиках его арта занимается и видимо водными процедурами на озере а он один едет прямо и сейчас будет основная ошибка и проблема этого боя которую хотелось бы рассказать и донести вам уже в одном из видео я рассказывал что каждая карта своим рельефом делит карту на участке и если вы в какой-то из этих участков заезжаете вы находитесь отдельно от всего остального сейчас более наглядно все вам продемонстрирую если посмотреть на карту сверху то видно что у нас некоторые куски карты отдельно существуют сами по себе допустим если въехать в эту яму то вы отделены от всей карты чтобы с вами сражаться в этой яме вам нужно приехать в эту яму хотя бы по краюшку этой ямы вот у нас есть еще в углу тут озеро какое-то если вы в него въедете то понятно что вы утонете но если вы останетесь на бережку вам никто ничего не сделает пока не приедет к вам туда впритык но есть и большие участки карты которые отделены допустим вот холдник вдоль всей карты и чтобы с вами здесь сражаться либо чтобы вам союзники помогли нужно непосредственно приехать на этот участок карты с любого другого конца карты вам никто не поможет и никто не навредит но если мы посмотрим на карту яга и эстерве находится где-то впереди то есть мы отделились от союзников и едем вперед к врагам которые находятся в нашей зоне которая отделена от всего остального и мы будем одни с одним барабаном а потом уйдем на перезарядку нам нельзя было изначально сюда ехать нам нужно было ехать в зону союзников и потом после этого что-то делать ждать что враги ошибутся либо искать где кто-то отделился и можно поехать в его зону и наказать это первая ошибка изначально ну ладно едем вперед на бэбэшках отделившись от всех въезжаем и что мы видим мы видим что перед нами засвечивается 277 целимся в целимся довольно таки не очень потому что мы не приблизились еще лучше стрельнули так вот не особо досвидясь но попали и попали теперь отъезжаем назад зачем-то заезжаем вперед когда танк уже вражески на нас развернулся сейчас мы занимаемся какой-то ерундой вот эта вот стрельба была не очень если до этого более-менее нормально то сейчас не очень и мы остаемся здесь в свету то есть враги нас увидели и основная проблема в том что сейчас нам надо развернуться и точно уехать за нами уже выехали все враги какими бы они танкистами не были они понимают что вы отделены и в отдельной зоне находитесь а враги остальные ваши союзники находятся хрен знает где если они светились и сейчас точно на нас полезут все со всех сторон потому что понимают что мы сами тут находимся а если кто-то где-то находится сам то надо выезжать за ним и наказывать тем более если это бесплатно мы отъезжаем назад вроде бы все нормально по логике все правильно отъезжаем и ждем тут врагов видимо хотя надо бы уже давно соединиться с нашими чуваками но здесь хотя бы нас союзники прикроет если на нас будут вылазить здесь еще один был момент я про него забыл враг ехал и завалил дерево завалил дерево этот звук был очень тихо сделан потому что я сделал тихо игру чтобы она не перебивала мой голос здесь было завалено дерево этот звук был слышен но наш игрок не обратил на это внимание и после того как 277 засветился тоже не сразу на это среагировал мало того что можно было среагировать до того как враг засветился потому что было слышно что упало дерево а без засвета слышно как вы чё-то ломаете имейте в виду что не нужно играть с читами чтобы понимать что где-то есть враги потому что если вы чё-то ломаете это слышно даже без засвета но мы все-таки разворачиваемся на 277 у нас полный барабан и мы решаем видимо упасть на него и наказать но там уже приехал е4 мы спускаемся и убиваем 277 тем более что он отвлекся но зачем мы едем опять дальше и отсоединяемся от наших союзников непонятно с тремя снарядами е4 падает на нас но уже очередная ошибка заезжать сюда очередной раз мы сюда влезли убили 277 потому что он глупый какой-то он начал делать фигню и отвернулся от нас мы его бесплатно убили не потому что мы хорошо сыграли потому что враг плохо сырал е4 на нас выезжает боком дает хороший выстрел пока он подставляется бочиной подъезжаем вперед е4 стреляет мимо и здесь можно пострелять впритык на автоприцеле в бочину ему мы зачем-то отъезжаем назад е4 разворачиваются и сейчас если мы снова проедем вперед мы опять будем ему в бочине будем его опять убивать видим что стрв уже на нас приехал мы здесь от холмика можем в бочину ему пострелять но зачем-то стреляем в влд ему и в лючок убиваем ббшкой повезло безусловно повезло можно было сыграть получше мы качнули е4 нормально он развернулся опять подставил бочину если бы мы в нее въехали скорость наша позволяет но мы чуть не сделали так при этом еще умудрились ббшкой стрелять ему влд хотя смысла в этом не было то есть стрельба у нас в экстренных ситуациях тяп-ляп дальше у нас барабан ббшек с одним снарядом мы его заряжаем причем уже давно заряжаем и мы этого не видим хотя уже пора заряжать барабан голды и нам пора уже отсюда уезжать 261 сюда куда-то стрелял значит он скоро зарядится у быстро кд нам надо уехать отсюда соединиться наконец-то с нашими союзниками мы уже получили преимущество хоть мы играли не особо правильно мы получили преимущество и сейчас точно нужно куда-то свалить перезарядить барабан объехать с другой стороны добить последние две птшки и в принципе арта и все и готова победа и хороший результат но мы остаемся перед стрв наконец-то переключаем барабан правильный хотя потратили много времени чтобы это сделать зачем мы здесь остаемся неизвестно хотя у нас есть скорость мы должны и пользоваться но почему-то не пользуемся и 277 будет прикрывать нас так себе но хотя бы арта приехала но это такое стрв засвечивается перед нами мы куда-то выезжаем в открытое поле получаем от арты и начинаем целиться в оглушении везет попадаем пробиваем и дальше стоим здесь стреляем умираем зачем мы все это делали в конце вообще непонятно до того как убивать 277 мы поняли что здесь плохо нужно уехать назад уехали выехал 277 ошибся мы его убили и нужно было уже возвращаться очередной раз нужно было но мы зачем-то поехали дальше случайно убили е4 и остались перед стрв зачем-то мы зажимаем себя отдельно от союзников и стоим перед кучей врагов и ждем их зачем мы это делали неизвестно вот такие ошибки в этом бою можно было сыграть получше в некоторых моментах поэтому присылайте свои реплейчики разберемся в них что было правильно что нет а данному игроку есть куда расти с вами был варчик играть красиво всем пока